Ты педик. Не педик, а пидор. Директ шлют члены. Я просто оху**ел. Я не любитель хайповать. Ты заплатил шапик около 15 тысяч долларов. У тебя с шапиком возник конфликт. Я более умный, более успешный, более образованный. Мне кажется, я сейчас заплачу. Привет! Если тебе интересно, что только что произошло, то обязательно переходи по ссылочке в описании и смотри, как Рамина из Хазай, финалистка украинского холостяка, брала у меня компрометирующее интервью. Она задела такие темы, как мои отношения с Сабиной, мои отношения с Сашей Шапиком и незакрытый конфликт с Дмитрием Верховецким. Много вопросов о бизнесе, много вопросов о моих мечтах, о том, что я делал, что я не делал, правда или действие и много-много-много чего другого. Поэтому смотри видео про мою новую машину и после переходи на видео Рамины. Всем хорошего дня! Ну что, ребят, всем привет! Считаю, что наконец-то пришло время рассказать вам про этот автомобиль, про историю его покупки, про все проблемы и поделиться лайфхаками, связанными с покупкой и пригоном автомобилей из США. BMW F02, BMW 740 Li. У меня есть друг Коля. Мы с ним знакомы довольно-таки давно и так оказалось, что прошлым летом я узнал, что Коля занимается пригоном автомобилей из США. И он мне говорит, Андрюха, давай пригоним тебе тачку. Долгое время я искал себе Mercedes C300 на аукционах Copart. Это страховые аукционы, на которых люди заказывают себе битые, царапанные, утопленные или какие-то другие поврежденные автомобили. Не получалось найти адекватные. Потом я говорю, ладно, давай поднимем бюджет, найдем мне X5 в F15 кузове. Искали очень долго, но так, чтобы это было хорошо. Была сумма неподъемная для меня. Я говорю, окей, давай расширим поиск до BMW 5-ка, либо C-шка, Е-шка. Да, хорошо, искали, искали. Либо сверхубитое, это утопленники, вообще никогда не покупайте утопленный автомобиль в США. Либо автомобили, которые были побиты градом, что тоже является очень сильно проблемным. Не покупайте. Надо смотреть. Либо фронт, либо задняя часть ударенная, либо несколько царапин. Но помните, что там есть такая функция за 8 долларов посмотреть историю автомобиля, историю его продаж и покупок. И 8 долларов потраченных могут сэкономить вам десятки тысяч долларов, потому что очень многие в Штатах покупают Total, битый полностью автомобиль, чинят его и продают как новый. Выставляя его на аукцион, на тот же самый аукцион и якобы показывая, что вот автомобиль чуть-чуть где-то царапанный, чуть-чуть с проблемкой, а вы покупаете уже ушатанный. Поиски длились больше двух месяцев. И тут наконец-то мне звонит Коля и говорит, Андрюха, нашел хорошую Бэху, семерку, показывает ее фотографии, мы платим 8 долларов. Он платит еще одному своему человеку. Он приезжает в Штаты конкретно на этот аукцион, смотрит ее, заводит. Автомобиль рабочий, все супер. Ударенная морда. Насколько она была ударена? Фара, решетки радиатора и бампер. Бампер можно было, конечно же, запаять, но я поступил неправильно. Я решил переодеть сразу же полностью автомобиль в М-пакет, поменять адаптивный биксенон на LED-адаптивные фары, потому что в 2013 году этот автомобиль уже можно было доукомплектовать LED-фарами. и решил переобуть полностью жопу в европейские фары, оранжевые поворотники, в европейскую крышку багажника и тоже М-пакет жопы. Никогда не делайте так. Если автомобиль с салона вышел в определенной комплектации и вы решили покупать автомобиль на аукционе, собирайте его таким, какой он должен быть. Не надо доукомплектовать. Я вам объясню, почему. Посчитав какие-то определенные затраты, я так подумал, но это будет там тысячи четыре долларов. В конечном итоге переобутье автомобиля в М-пакет до оснащения LED-фарами вышло мне примерно в восемь тысяч долларов. Плюс заплатить электрикам за переоборудование. То есть, кто разбирается, это стоит 400-500 долларов только подключение LED-фар. Марокко с лобовым стеклом, с датчиками, с блоками фар, Марокко с прошитием этих фар, Марокко с переключателями здесь подрулевая шина, переключатель сам слева. Короче, это просто вынос мозга. Произошло, задержка была на несколько месяцев, потому что купили одну деталь, оказывается, нужна еще одна деталь, купили третью деталь, нужна четвертая деталь. И так все постепенно, но хвала богам. Опять-таки, через колю судьба свела меня с Сашей, который полностью занялся у комплектации запчастями этого автомобиля все датчики подбирал, подбирал все мелочи, потому что в автомобиле со штатов забирают все, что можно только забрать при транспортировке. Здесь не было ковриков, здесь не было буксировочного крюка, здесь не было даже подстаканников. То есть, все, что можно было украсть с автомобиля, эти американские падлы при погрузке снимают. Он мне все до малейшего просто. Вот тютелька в тютельку. Все привез, собрал, все по ВИН-коду. Короче, расскажу вам методику покупки автомобиля. Как только мы выбрали и утвердили автомобиль, мы дождались аукциона. Выиграли аукцион на 13 600 со всеми налогами и транспортными сборами. Получилось 15 900. То есть, автомобиль конкретно был куплен за 15 900 долларов. Доставка обошлась примерно в 2 600, но доставка была до Литвы и с Литвы в Украину. Я не ехал сам на западную границу, а это все делал человек по доверенности. То есть, вообще, я ничем не морочился. Я дал бабки, мне приехал автомобиль. Растаможенный уже с документами. Все абсолютно кругом бегом. Единственное, где реально проблема, это получить сертификацию. Хвала богам, у меня стоят ледовские европейские передние фары. Они отличаются от американских. Хвала богам, у меня стоят задние европейские ледовские фары. Приборку заплатил 100 долларов за перепрошитие, чтобы она была европейская в километрах. Автомобиль, по сути дела, ничем не отличается от европейского. Даже крышка багажника, номерные знаки у меня под Европу, а не под Америку. Но все равно мне пришлось заплатить 10 000 гривен, это 400 долларов, за сертификацию. Почему? Потому что, бляха-муха, автомобиль американец. В конечном итоге, обшил крышу Алькантарой. Это делал у Андрюхи, очень доволен. Он заказывает Алькантару на заводе в Германии у BMW и делает все в оригинал. Комплектация логанг-автомобиля 3 литра Twin Turbo 320 сил движок N55. Кто разбирается, может сразу сказать, что один из самых экономичных и практичных движков. У меня расход по городу 12,2-13,1 в зависимости от стиле езды. По трассе 6,6,4. То есть, я им максимально доволен. Мощности хватает, более чем с головой. Единственный минус, машина на заднем приводе. То есть, это для зимы, конечно, проблема. Особенно, когда такая длинная машина немножко ее носит. Сразу же я купил себе 21-е диски. Не для наших дорог, честно скажу. Диски мне обошлись с новой резиной Continental 2200 долларов. В итоге, со всеми Алькантарами, переобуванием в М-пакет, переделкой в LED-фары, русификацией всей системы, установкой дисков, резины, мне машина обошлась в 40 тысяч долларов. На нашем рынке машины с большим пробегом. Вы знаете, что у нас любители скручивать пробег. Вы знаете, что у нас любители ездить с водителями и сидеть на холостых сутками, греться, либо охлаждаться под кондиционером. Машина в такой комплектации, в президентском пакете, с мониторами, с лонгом и с LED-ами в М-пакете минимальная стоимость стартует в 47 тысяч. Но пробег и само отношение к автомобилю, конечно же, и бензин, которым заправляются у нас, не сравнится с тем, что в Штатах. Этот автомобиль в идеале походовой, вообще полностью, полная диагностика была проведена, нет ни одного нарекания. Единственное, что поменяли, это колодки, поменяли все жидкости, абсолютно все, даже в коробке, несмотря на то, что можно было не менять. Провели диагностику ходовой, абсолютно никаких нареканий, даже бумажные наклеечки не сдерлись с нее, свидетельство о том, что за автомобилем ухаживали. Салон весь в идеальном состоянии, была сделана химчистка, была машина покрыта керамикой у моих друзей в Detail-центре. Ссылочку на Kyivrider Detail составлю снизу, обращайтесь. Ребята делают мега быстро и мега качественно. Все просто такими вот кисточками вычищают, полируют, натирают. Я очень сильно доволен. Даже Сабина свой новый X5 туда повезла и осталась мега-мега довольна. Заделаю даже минимальные какие-то царапинки в цвет и как по дереву внутри, как реставрация кожи, так и снаружи. Короче, я очень сильно доволен и скоро даже поеду опять к ним. Они говорят, давай приедь, посмотрим, что еще можно у тебя подправить. Так что вот так. Я сэкономил от 7 тысяч долларов на этом автомобиле. Я езжу сейчас, получаю удовольствие. Мои друзья получают удовольствие. Буду ли я этот продавать автомобиль? Конечно же буду, но через год, потому что по условиям льготной растаможки я не имею права снимать с регистрации автомобиль 365 дней. Если бы я это знал, я бы оформил в Мрео автомобиль, как только он приехал. Так что вот так, ребята. Это мой новый автомобиль. Для меня он новый. Несмотря на то, что он бушный, несмотря на то, что многие из вас скажут, привез убитый, ушатанный автомобиль из Америки, ни хрена. Я знал, что я покупаю, люди его перепроверили. Автомобиль полностью на ходу, в отличнейшем состоянии. Нет ни одной ошибки по нему, нет ни одного нарекания. Я на нем отъезжу много тысяч километров. Если за месяц я проехал 3300 километров, то это о чем-то говорит. Автомобиль с небольшими расходами по топливу, но с большими расходами на ТО, на обслуживание и все остальное. Но как бы представительский класс свидетельствует о том, что он должен быть дорогим. Спасибо большое за просмотр. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете обращаться к Коле по пригону автомобиля, по детейлу, всем остальным вопросам, к Ярику. Все контакты я оставлю снизу. Поэтому всем пока. Ярик, бочок. Ярик, бочок пути. А если ты действительно скучаешь по моим влогам, то не забывай ставить таким видео лайки, потому что после каждого видео, которое наберет 5000 лайков, я буду снимать влоговое видео. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Всем хорошего дня. Пока. Прикольно, да? Так получилось? Я типа пропал из кадра. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok